Всем ха ребятки, с вами как всегда Эндр. Совсем недавно вышла игра под названием Modern Combat vs. В этом видео я назову плюсы и минусы этой игры, а также косяки, которые следовало бы исправить, чтобы эта игра была очень крутой. Единственный значительный минус этой игры, так это оптимизация. Но так как эта игра вышла совсем недавно, то думаю, для неё это простительно. Тем более, что в скором времени она будет обязательно оптимизирована, так как почти все игры от Game Loft очень хорошо оптимизированы и работают стабильно. Второй минус вообще незначительный. Это не очень красивая графика, такое изображение слегка сероватое. Но я думаю, это тоже будет исправлено в скором времени. Как я понял, немного поиграв, геймплей этой игры вообще не похож на геймплей из Modern Combat 4 и Modern Combat 5. К примеру, в первой же миссии Modern Combat 4 мы начинали воевать с террористами. А здесь в начале игры обычная тренировка. Не знаю, есть ли в этой игре какая-нибудь компания или нет, я играл в эту игру совсем немного. Я даже особо не знаю, можно ли здесь настраивать управление или нет. Но вот автострельба мне и двойной этап, чтобы открыть прицел, не сильно нравится. Но вот бег по стенкам это очень интересная штука. Ее не было в предыдущих частях и в этой части она как раз кстати. Будет побольше экшенов в сетевой игре. Вообще не понравилась долгая загрузка игры и меню. Также не сильно нравится, что как-то стрёмно выглядят модельки самих ботов или игроков. В целом ничего особенного в этой игре, просто обычная стрелялка. Но для того, чтобы скоротать время или допустим, надолго залипнуть в ней она отлично подойдет. Много об этой игре я говорить ничего не могу, так как поиграл в нее очень мало. Я считаю, что задумка очень хорошая и геймлофту обязательно нужно будет и дальше развивать эту игру. Я не сомневаюсь в том, что они пофиксят графику и она будет выглядеть просто шикарно. На этом я видео заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайсы и ждите новых видео. Также пишите в комментариях, играть мне в эту игру или нет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok